Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем наша планета. Ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия. В таких условиях плавится даже свинец. Впрочем, так было не всегда. Ученые уверены, что когда-то давно климат на планете был значительно мягче, и ее поверхность с большой вероятностью была покрыта океанами, в которых вполне могла зародиться жизнь. Однако сильный парниковый эффект привел к тому, что в итоге планета нагрелась куда сильнее, чем расположенный ближе к Солнцу, Меркурий и океаны там испарились. Тем не менее, ученые уже несколько десятилетий подозревали, что на Венере все же успели зародиться микроорганизмы, которые могут до сих пор продолжать существование в атмосфере. Чтобы проверить эту догадку, астрономы подробно изучили планету при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа диаметром главного зеркала 15 метров, а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама. Поиски вели на высоте 50-60 километров от поверхности, где расположен постоянный облачный покров планеты. Хотя состоят эти облака в основном из ядовитого сернистого газа и капель серной кислоты, температурные условия там вполне пригодны для поддержания жизни. Именно там и был найден редкий газ, или если совсем точно некое вещество, поглощающее невидимые волны в соответствующем диапазоне. Проведя необходимые расчеты, астрономы пришли к выводу, что это может быть только фосфин. Несколько лет ученые проводили расчеты, пытаясь понять, какие химические или физические реакции могут производить фосфин в таком количестве – примерно 20 молекул из каждого миллиарда. Последовательно исключив возможные объяснения одно за другим, они пришли к наиболее вероятному заключению – газ имеет бактериальное происхождение. При этом авторы статьи подчеркивают, пока это лишь свидетельство того, что жизнь на Венере может существовать, а не доказательство того, что она там действительно существует. Не исключено, что обнаруженный фосфин имеет какое-то другое, неизвестное нам пока происхождение. Субтитры создавал DimaTorzok